Маша, Маша, ты можешь чуть подвинусь сюда, чтобы оттуда люди заходили? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Песущим во грабе живут даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Песущим во грабе живут даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Песущим во грабе живут даровал. Господь и Бог наш, создатель этого мира и изъеждитель, сохраняющий сотворенную, Прими нашу молитву благодарения, что ты не оставил погибающего человека, Но послал Сына Своего Единородного, Который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Слава Тебе! Мы просим Тебя, Господи, пребудь с нами здесь, на этом собрании. Мысль направь к горнему, чтобы мы не выглись с человеческими похотениями, Но во славу Твою Святую просим, пребудь с нами. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Поплотнее. Так, умейте быстро замолкать. Живила Степановна, ты дольше всех разговариваешь. Вчера только три замещания сделала и ничего не помогло. У нас очень важен сегодня будет разговор, Но перед этим мне хочется такие текущие дела. Закончить, чтобы не отвлекаться от главного. У нас сегодня будет большая запись. Мы получили ответ за молитву в течение пяти лет. И это на прошлой неделе было. Поэтому мы будем делиться с вами большой радостью, ответом, В который вошли уже тысячи людей. Тысячи людей вошли. Мы даже не знаем, сколько людей на земном шаре знают о нас, И молятся, притом у меня есть очень большой опыт, Определять искренне или не искренне. И скажу, все искренне. И сектанты, и католики, и православные старообрядцы, И все к нам относятся искренне. Если ненавидят, то до белого коленя. Если на нас сердятся, то у них даже шапочки на головах и платки морщатся. А если любят, то они все время просятся быть с нами и около нас. Так что за это тоже надо благодарить Бога, что все признали, что мы не лицемеры. Все абсолютно сто процентов. Заблуждаемся мы, то искренне заблуждаемся. Все поняли. Если мы правильно верим, то искренне правильно верим. А это немало. Для этого потребовалась целая жизнь нам. И при том, может быть, ни одного поколения. Вы знаете, что наша община в этом году готовится расширить благовестие. Кому я давал твердую бумагу, как в виде картонки, изрезать. Они еще не принесли, не нарезали. Быстренько узнайте. Поднимите руку. Повыше. Сколько листов осталось у кого? Покажите на пальцах. Сколько? Ну, у меня маленько осталось. Я много принесла. Ну, еще есть дома. Углухонемых я давал. Я не знаю. Все вернули мне до артанена. Объясни. Они все изрезали и принесли. Плохо. Я вчера узнавал, сколько. Ну, всего сколько брало. Десять листов. Я ведь говорю, это на собственном опыте. Я оставил все дела и стал резать. На разрезку одного листа требуется пять минут. Ну, ладно, ты менее ловкий, чем старик 73 года. Но пять-то минут ты все равно должен иметь в виду. Ну, десять листов – это один час. Ну, чего вы так смеетесь над собой? Одно время, когда я вел занятия в летном училище, высшее здесь авиационное училище, у меня были близкие, знакомые, офицеры все. Я вел занятия и отношения прекрасные были. Но Борис Николаевич Ельцин решил, что стране нужны не авиаторы, а милиционеры, как мне сказал полковник один. Я был участником их траурного парада по закрытию училища. Это было одно из самых лучших училищ не только у нас в стране. Его размонтировали, убрали, но там сейчас находится высший юридический институт и милицию готовят. И они, когда их разгоняли, просто разгоняли, они многое мне списали. У меня колорщики знакомые были. Около ста шинелей, ста кетелей, ста брюк, фуражек, планшетов, сумочек этих, где кашу держат, котелки. Ну, все у меня было – палатки. И вот на кетелях везде звезды, ну, латунные буквы, и они со звездочками, но военные-то. Ну, мы, христиане, не положено, их надо убрать, но они выдавлены, сильно выдавлены сюда. Не просто нарисованы так. Как их убрать? Я начал учить детей. Я рассказываю вам не случайно, я к бумаге подвожу все. Я пристроил кое-что, как пуговку зажимать, прорезь между тонкой дощечкой, и потом напильников несколько купил. Ну, дети возятся по полчаса, там одну звездочку пока спилят. Я оставил все дела, стал рядом с ними и стал показывать. У меня стало уходить две минуты. Я-то не предел. Но к нам комиссии еду, чтобы не было. Я залез на храм, и там наделал несколько таких на них уровней детей дощечки, и дети залазили, чтобы их не поймали-то. Потому что только-только концовка советской власти за нами еще смотрят. И у меня там дети, а детей было много, ребятишки-то, и они по очереди там точили эти звездочки. Мы их постирали кителя в городе, в городской тут прачечной, туда привезли. И, наконец, я довел, что одну звездочку полностью сточить ее требуется 45 секунд. Вы посмотрели, как дети старались. И в Советском Союзе, вы знаете, была такая норма стахановская, люди старались. Стахана выполнил 20 норм. Ну, конечно, подготовка была, но это хорошо. Если человек сонный, он ничего не сделает. Есть редкое в Библии слово, которое написано только про одного человека. Издалека не видать. Ну, кто идет? Ну, бинокли не было-то. Ну, зорких людей ставили наверху. И он говорит, он бьет быстро. Он с одного холма на другой поднимается, идет стремительно. Так может ходить только наш маршал Иуй. А его уже Бог избрал, уничтожит царя израильского и иудейского. Привезти к общему знаменателю, подвести эту черту в 2012 году. Идет стремительно. Понимаете, слово одно, качество, которое выделяло его из всего народа. Из военных и из генералитета выделяло. Стремительный был. Он был беспощаден, как Жуков. И одержал полную победу. Заманул всех жрецов и дал указание. Если через одни двери, а вот дверей-то там 12, хоть один вырвется, твоя жизнь вместо его обоих, тот пускай бежит. Тебе голову отсеку. Как во время войны в Афганистане учили маджахедов стрелять. Ну давали там противотанковое. Второй пропуск пропустил мимо танка смерть. И поэтому как танки шли, они говорят, из укрытия не стреляли. Он на брусе заскакивал, так удобнее было, и стрелял. Если он не попал, его тут же казнили сразу. И поэтому они учились только на пятерке. Четверошников никого не было. Если бы мы так относились к царству Божию, что если я буду негожи и не войду, мой вопль будет не до Иерусалима. До конца вселенной дойдет. Написано, плащ искрежет зубов. Ни один человек неревностный. Ну просто так, вот я верующий, я сел, сижу, и нарушений за мной нету. Солдат спецслужбы идет. Может быть где-то и годится это. Где-то в администрации, краевой там. Где-то может и можно так. Но у Бога не пойдет. Ни один человек ленивый, безразличный, апотечный не войдет. Апостол Павел говорит, многие бегут на листалище, но один получает награду. Один. Не было второго, третьего места не было. Один. Итак, бегите, чтоб получить. Я бьюсь не так, чтоб на неверно. Ну будет или не будет. Не воздух только молотите. Руками махать, благословлять. Но бегу как на верное, зная, что там мне приготовлен венец вечной жизни. Послание апостола Павла. Если Павлу необходимо было, говорит, я трудился день и ночь. Второе место. В слезах и молитве день и ночь. То что говорить о тех, которые были позади его не только по рождению, по образованию, но по воспитанию и ревности. Но он увлекал за собой златоузгры всю вселенную. Знаете, есть люди, о которых говорят, а они спокойные, они хорошие. Он никогда нигде не встрянет. Вот такими, ну что вы кипятите все время, все не по вас хватаетесь, тут схватился тут. Вот по бульдожи, по собачьи прям хватаете всех. Я это слышал не о ком-то, а о прокуроре края по Раскуне. Между прочим, это был один из лучших прокуроров России. Он перед этим только получил личную награду из рук Путина. Но пришел момент, и все это по-другому было. И особенно, говорят, добродушные люди полные. У меня достаточный опыт, что в конце жизни сказать, что нужно нести коррективу. А они безразличные, тихие, спокойные, потому что их не касается. Но когда я им говорю, что толстый в рай не войдет, там узкий вход, ты застрянешь. Но это не надо понимать буквально. Ты посмотри, как они сразу злятся. Лицо каменеет. Он недоволен. И первое, что он может сделать, быстро уйти и больше никогда не прийти. Ну, один лозунг. Я ухожу в Московскую Патриархию. Я знаю это досконально. У меня вчера почти такой случай здесь был. Я не называю имен, чтобы человека не сделать еще более наглым, как Златавус говорит. Я ставлю вопрос, у кого картонки, которые давали, вот такие вот, нарезанные. Кто не брал? Вот теперь печатаю их Андрей Головач. И вот берите, вот они на столе лежат. Вот еще, я заказал 50 тысяч. Нам надо столько. Сидеть человек не берет. Ну, ты брала хоть раз, резала, клеила. Нет. Ну, почему сидишь? Ну, я тебе и не дам. То есть, эти слова не означают, что я не дам. Но означают побудить тебя к ревности. Ты меня совсем не считаешь годной до этого. Человек обычно скажет, да ладно, давай. Да нет, нет, я никого не допущу. Да нет. Спокойно поворачиваются, обратно садятся. Мне не дадут? Да вот вообще здорово. То есть, я тебе не поручаю ничего делать. А уже вроде вид делают. Подумайте. Ведь смерть, она недалеко ходит. Ты искать будешь. Ты никогда не считала, что свяжите по рукам и ногам. Не просто выбросьте во тьму кромешно. Там некуда бежать. Точки опоры нету. Все твои навыки остаются на земле. Но по рукам и ногам свяжите. Я думал, а чем связывать, когда человек-то из плоти, а там только душа. А чем связывать-то? Златоуз говорит, означает лишение возможности пойти куда-то, ноги связанные, и руками никому ты ничего не сделаешь. Ты связан уже здесь. И связание твое пошло туда дальше. Что ты делаешь с собой? Если я тебя не разбудил, то ищи другого. Молодин говорит, такого наставника, строже которого во всей вселенной нет. А то батюшка такой хороший, он каждую головку поцелует. Конечно, это интересно. А Господь все это осудил, говорит, славу друг от друга принимаете. А славу от единого Бога не ищите. Ну, священнику нравится, когда подходят люди, все по-хорошему. И людям нравится, когда батюшка какой-то у нас заходит в интернет. Батюшка-то ваш, ну, святой прямо. Он сидит, это настоящий святой. Батюшка не знает, его уже нимб сплели и повесили на голову. А у батюшки этого столько пропусков в жизни было, о которых он кается, я только знаю. И там не успел, тут, и он при всех заявляет, я не благовестник. Это все записано. Я не благовестник. Это он брата. Берите, трепите, жрите его. Это он благовестник все это мути. Но он ни в таком то не сказал. Он смудро подошел. Обратитесь туда. И мне дали слово. На сколько? Ну, самое максимальное на 20 минут. Я говорил, сейчас 5 минут. С перекрытием всех рекордов. И то есть сказал, может быть, третью часть. До этого дела еще дойдет. Итак, просьба ко всем. Без изъятия, это без исключения означает. В разные библиотеки, где-то выбрасывают что-то, получают они много картонных коробок. В каждую типографию, в магазины, везде заходите, ройтесь на свалках, где угодно. Доставайте картон. И режьте вот такие, вот как у нас есть. Всем я дал. Вот они. Какой размер? 13 на 8. Нарезайте. А клеить вот здесь вот лежат. Вот это, что клеить, сейчас начинайте разбирать. Картонные ищите. Вы знаете, что когда фараон прогневался за то, что подумали о свободе. Он говорит, а солому теперь сами искать будете. А до этого они солому искали. Так и я вам говорю. Я говорю уже, вы меня доводите до того, чтобы действительно подобным быть фараон. Фараон сказал, искать нужно солому. Делать кирпичи. Нужно искать картон и клеить. Мы думаем, если благополучно будет, наше благовестие сразу увеличится в 6 раз. Со своей стороны я жертвую, жертвую в книгах более миллиона рублей. При пенсии, сейчас я не знаю, нам кажется 5 300. Ясное дело, что мы богатые, богатые, ну богаче самых богатых людей. Ни у Березовского, ни у Ходоровского нет того, что у нас есть. Они здесь бессильны. Нам это Бог дал. Но нам нужно, чтобы прийти людям указать, вот где в библиотеке находится, вот что значит наш сайт и как людей вывезти. Мы уходим, но оставляем визитку. Так, несколько моментов. Мальчиков маленьких, дайте сюда мне этого, Ваню. Сейчас я покажу немножко. Вы не думайте, что это разрозненное событие. Это дело, все это в одну ленту идет. Попутно скажу, кто пропускал у нас воскресенье, богослужение, напишите объяснительную. Была на работе или нет, работу надо менять. Это первое. А второе, так привыкли некоторые, я не была. Да? Ну как вот в Шивково у нас или нет, или нет, ну глухонемая, слепая, там где-то ближе пойти. Ну мы же не диктаторы. Хотя мы называют тоталитарная секта. Ну может быть на 99 только процентов тоталитарная-то. А ты же слышишь и видишь, и ты знаешь порядок какой. Если ты была на работе или болела или, ну бывает так, экстраординарное событие, ты подойди и скажи, я не была потому-то, я староста. Подойди к наблюдателям, смотрителям. Но если ничего нет, проспала, напиши объяснительную. У нас по-другому не было и не будет. А некоторые привыкли. Я раз, другой раз, я говорю, а что ты на работу опаздываешь? А я их просто к порядку не приучаю. Они привыкнут и знают, что я опоздал, это нормальное явление. Это верующий говорит. Не пройдет. Просьба написать. В следующий раз прямо в дверях буду останавливать. Нету, там бумагу буду давать на кухне, будешь писать. Тебе наши порядки не нравятся? Он патриархийный храм, мы же никого не держим. Ты можешь там не ходить, ровно жизнь. И приехать только на катафалт. И все равно тебя отпоют. Так, Ваня. А кто тебя так постриг? Папа. А чего он тебе больше волос не оставил-то? Не знаю. Не знаю. Папе скажи в следующий раз, когда будет. Скажи, под больше маленько оставляй. Понял? В прошлом году перед самой Пасхой у Глушковых парнишку побрели, Анфима. Наголо, бритвой. Никто не батюшка, никто не ожидал. Зачем сделали? А Максим пришел за армией бритой, чтобы не скучно было причину какую. За компанию, чтобы тебя не видно было. Я стал говорить, а почему бритый? Из армии наоборот. Я, допустим, тюрьма, лагерь это не армия. И то, остается четыре месяца, и на тебя не распространяется правило стричь волосы, чтобы на свободу вышел, тебя не видно было, что ты в заключении. Ведь умное государство делает-то. И уже идешь какими-то волосами небольшими, вот как у брата, хотя бы такие. Тебя на каждом шагу не тыкали, что ты зэк. А здесь из армии приходят и бриты. И мне трудно поверить, что самодур капитан взял да и обрил, как говорит. Ну просто не верю такому. Это или в гауптвах ты не вылазил, или что-то такое. Ну а братишка-то малый при чем? И он на всех снимках стоит, но мне приходилось все эти снимки куда-то убирать. Половина снимков забраковали. Он же стоит с ними вместе, а все спрашивают. А чего у вас-то дети болеют тифом? Понимаете? В следующий раз скажи папа оставь побольше, чтобы было за счет подергать дядя. Давай. Я наблюдаю за этим. Я не вижу или вижу здесь. Марина. Просьба очень большая, дорогая. Составь какой можешь, пока вы приблизительный график на семь недель для лагеря. На семь недель. Я к этой теме не возвращался, тебя не было, ты была в путешествии. Сестры, не уходите сегодня никто, подойдите к сестре Марине и скажите, по какой у вас отпуск, чтобы на одно место не было два. Ну, нам человека два потребуется. Нам нужно семь недель. У нас затруднение еще с коллективом на машине ехать, но уже близко подходим мы к решению этого вопроса. Потребуется еще лишь один только человек. Уже команда почти собрана где-то. И поэтому Виктор Николаевич, старший воспитатель Илья, все время будет оставаться в лагере. Мы не можем оба уехать и оставить на произвол судьбы. Никак. Мы всячески делали. Нам очень хорошо с ним быть. Он активный. Знает. Сказать может. Он настоящий благовестник. Но вдвоем мы никак не можем. Президент и премьер-министр не должны в одном самолете лететь. Значит, как мы с батюшкой договорились, никогда в одну машину не садиться. Потому что гарантий никакой нет. Это государственный закон. Но от слона и на клопа разносится это. Мы должны это помнить. Значит, я говорю о лагере. И если у кого какие-то из братьев будут данные, в какое время кто едет с нами? Кто мог бы поехать? Поднимите руку. Летом, на неделю, на две из братьев. Сестры еще не будут ездить. Только братья. Кто? Шофером или как-то? Поднимите руку. Так, один. Так, Николай, еще кто? Ну, Никита, ты мог бы неделю-две походить с нами? Не знаю, как там будет у бабушки с дедушкой. Никто не может так. Так, ну вот, поднимай руку. Значит, вывод такой. Вы на бумаге мне напишите, потому что я могу не расслышать. На какое время? Максимально. Один из них из Семертау, Михаил, был Кальмаев. Он говорит, я смогу на целый месяц. Где-то в июле. Ну, все равно мы должны как-то скомплектовать, чтобы у нас все время было четыре человека. Постоянный это я или Виктор. Второй постоянный это Володя. Вот уже два. Третий постоянный Сергей с собакой. Мы берем собаку с собой. Но она не в счет пока. Хотя она, может, и похожа на нас. Значит, нужно подготовиться и поучаствовать. Я скажу, что относительно благовестия у нас почти-почти где-то около края прорыв в патриархию, о чем мы пять лет молились. Я об этом скажу. Нам необходимо согласовывать действия, чтобы кто-то был на телефоне. Собирались все сведения. Все время было вот у Марины Дебуновой. Вот на сестру выходите. Мне очень удобно. Она рядом здесь. По телефону сразу нам сообщает. Она знает, как разобраться с детьми. Уже начинает по детям звонить. Уже двое, два звонка было. Поэтому ее телефон запишите все. Кому надо будет, подойдите, спросите. Все годы. Она одно время дежурила у меня даже дома. Мне вот очень удобно. Ну, дай Бог, чтобы дальше так продолжалось. Ей Бог дал здоровье. У нас налажено уже, как говорится, слеплено в этом отношении. Я ухожу, я с тыла защищен. Я знаю, Марина проверит, кого попало не пришлет. Какие дети с родителями побеседуют. И они приезжают. У вас там такая женщина обходительная. Для меня это очень важно. Это уже визитная карточка для нашего лагеря. Это не на Волков. Натолкнулись, да не надо. Начальник там книги пишет. Он на детей не смотрит. Он меня рекламировал так. Я еще не приехал, а уже половина лагеря рассыпалась. Так. Немножко хотела сказать, ездили как мы в Потеряевку. Кто в Потеряевке был? Поднимите руку. Пасху встречал. Вот сколько. Так, кто хочет сказать по Потеряевке что-нибудь новое, что в этом году было необычное? Поднимите руку и выступите. Дается пять минут. Так. По Потеряевке. Необычности какие были нынче? Ну. Не знаете. Приходится опять мне говорить. Я не лезу. Вы меня толкаете по неволе. Необычность была так, что нынче. Начинаем сразу. Был фотограф от РИО Новости. Это центральное информационное агентство Российской Федерации. Он 47 фотографий уже выставил в интернете. Вот образец. Его Каспришин познакомил с нами. Потом дал ему мой телефон. Со мной переговорил. Заметьте, это люди не веруют. Ну, не нашего круга. И он ему все рассказал. А потом на меня. Ну, я не могу. Там губернатор куда-то едет. А он-то Алтайская правда, центральная газета. Он его берет с собой. Я не могу этот год. Ну, у меня хороший человек, знакомый. Такой-то, такой-то. Но его уже предупредил. Он теперь мне звонит. Я ему говорю. У нас порядки особые. Я уже знаю. Как знаете? У нас, чтобы был человек в поиске. И рубашка на выпуск. Так я уже все сделал. В Новосибирске уже все сделал. Но РИА Новости. У них свои представители в центральных городах везде. Ну, как Комсомольская правда. У них там везде свои работы. Я говорю. Ну, у нас тут еще там что-то есть. Такое есть. Нужно, чтобы поехал человек. Две простыни взял. И наволочку. Уже все готово. Понимаешь, нет? Человек еще не здесь. А баптиста. Знакомого. Я не могу заставить потерявку. Приезжает в храм. Не буду ходить. Только не надену. Какая же твоя вера тогда? Если неверующий человек показывает по сути. Там ничего нету. Если тебе нравятся люди. И все. Надеть поясок. И тебе кажется странным. А галстук все время надеваешь. Масонскую удавку. И ты не понимаешь, кто тебя куда затащил уже. Александр звать Кряжев. Фотография его хорошая. Но у нас освещение было слабоватое. Поэтому есть затемненное. Но где на улице были. Выше всяких похвал. Менее активные, чем другие. Я несколько раз его упрекал. Есть такие кадры, где нужно забегать вперед. Допустим, идет крестный ход. А тебе кто-то спереди. Ты должен забежать оттуда. Фологуев. И они бегом бегут снова. И опять фотографируют. Опять бегут снова. А этот не бежит. И он меня несколько раз огорчил. Я говорю, вот кадр очень интересный. Беги вперед. Идут из леса Глушкова Галя. И несут ведро. Видимо, Настенька шла. Я говорю, ты беги скорее сфотографируй. Кадр какой тут. Ограда как раз. Он не идет. Гляжу, так и пропустили кадр. Он думает, я зайду и там сфотографирую во дворе. Я не знаю, что он думал. Я остановил. Даже почему что не побежал-то. Я понимаю, что я его отталкиваю от себя. Но я не могу по-другому. Я говорю, я не фотограф. Но я фотографировал, когда на поле. Я бежал вперед комбайна. Сфотографирую. И опять комбайн обгоняю. Опять. Опять сфотографирую. С какой стороны ветер. Где солнце. Как пыль, чтобы не захватило. Это работа. Раньше аппаратура до 15 килограмм весила. И в горы высоко. Фотограф. Все это нес на себе. Лейка называлась там. С подножниками. А сейчас его легко. Отношения сохранились хорошие. Его туда протащили. Через одну лужу. Наша машина тащила. Представьте. Ведущая была. И все мы это засняли. Все. Как мы едем. Как застреваем. Как приехали. Все это на видео и на фотографиях. Попутно, чтобы понятно было, о чем говорю. Вчера кто приходил, я им говорил. Мы были в епархии. В епархии. В епархии. В Барнаульской. И засняли все. Они-то были против того, чтобы в начале-то. А теперь сами фотографируют. Но Веникова у них почему-то не было. И с нашей стороны было 13 человек. Хотя я говорю на 12. Но шофер 13. А они сказали сколько угодно. Конечно, все здесь на видео и на фото. Два. Вчера кто заказывал, в первую очередь они получат. Так, как всегда та же самая цена. Два. Все. Фотографии. Здесь море. Которые. Были фотографии. Два фотографа. Передайте. Называется третья и четвертая. Кто-то бы мне хороший тонкий фломастер подарил. А то я экономлю. Так, еще кто-то просил. Одна. Так, еще кто просил вчера. Вчерашний к тому я добавил. Так, теперь сегодняшний кто? Тебе дать? Передайте ему. Михаил Петровичу. Так, еще кто хотел бы получить. Все пока. Так, кто хотел бы получить новые.